Всем здравствуйте, дамы и господа! С вами Акамарачи, мы с вами опять на строге. И сегодня я вам расскажу, что делать в этой ситуации, когда идёт дождь, вы заходите, ливень на строге, вы не можете половить линя, вы не можете половить леща, потому что он в дождь не клюет. И вы понимаете, что сегодня рыбалка, наверное, не удалась, да? Хочется чего-то как-то поформить. И вот сейчас вы видите 12 часов моей ловли. Вот за это за 12 часов, кроме Амура и Карпа. Это я поймал на локации, где был линь. А всё остальное я поймал за 12 часов. И давайте посмотрим, сколько это будет стоить. Это будет стоить 44 монеты. Я думаю, это, в принципе, неплохой результат. В кафехе у меня нету этих рыб, и поэтому приходится довольствоваться продажей сразу же на рынок. Всё, давайте продадим. И две вот этих ещё продадим. Это ещё плюс практически 8 монет. Но это не на этой локации я поймал, поэтому их в расчёт мы не берём. Итак, где же это чудесное место, где можно половить такую рыбку? Это место находится на мостике. Сейчас я вам его... Ой, ну что ты, Герман, куда же ты заходишь? Находится оно вот здесь. На вот этом мостике кидать мы будем сюда. Да, возможно, многие знают это место, знают, где ловить. Там ловится плотва, карась. И, в принципе, чё далеко, как бы туда бежать. Можно половить, есть места и ближе. Но, как писал подписчик в комментариях у меня, если не забуду, вставлю его, там ловится лещ. В принципе, он не соврал. Лещ ловится, ловится он на опарыш. Сейчас я его прикуплю. Ещё, то есть, пятёрку мы потратили. В итоге, где-то 40 чистыми я выручил, грубо говоря. Лещ там ловится, но ловится там больше всего что? Ловится карась. И ловится, конечно же, этот... Скажите мне, вот там уклеечка была, карасик, серебряный, золотой и уклеечка. В дождь очень круто здесь ловить линя. Мне это занятие очень нравится. Я прям обожаю заниматься ловлей линя. Тем более, там вытащил карпа, который вы видели на 3,5 килограмма. Это я вытащил всё на те же самые снасти, которые за 150 серебра. Фидеры свои. Это очень круто, я считаю. Сейчас я вам хочу показать место, Давайте я вам, наверное, покажу место, где можно потаскать плотву. Когда, вот, к примеру, тоже вот идёт дождь, вы не знаете, что делать, но вам хочется половить какую-то рыбу. Я вам покажу, где сейчас можно потаскать плотву и также можно потаскать леща. Это уже моё личное место, которое я нашёл. Хотя... Нет. Хотя я вам не буду его показывать. Нет, нет. Вот так, лисками, лисками, чтобы вы его не нашли. Ладно, шучу. Но не буду я вам его показывать. Я вам покажу его в следующей серии. А сейчас, как я обещал, я покажу место моего подписчика, который написал в комментариях, где непосредственно можно половить эту рыбку. И сейчас мы бежим туда и будем испытывать. Вот мы с вами, дамы и господа, на нашем дорогом мостике. Вот он здесь. И ловить мы будем вот сюда. Возможно, я немножечко неправ и стоит ловить сюда, но когда я сюда кидал, я толком ничего не впоймал. А вот здесь у меня был клёв. И клёв я просто сумасшедший. Клипса у меня стоит на 15-14 метров. И забрасываем. Вы можете поставить меньше клипсу, но, как показали мои наблюдения за 12 часов ловли, что это, в принципе, самое оптимальное расстояние для этой ловли. И там ловится иногда и лещик ловится, и карасик. Всё как бы ловится, всё как бы хорошо и чётко. Также тут поклёвывают угорь, поклёвывают амурчик. В чате, в принципе, это всё можно отследить и посмотреть, кто что здесь таскает. А, кстати, ещё не забываем скорость подмотки ставить на полтинник, чтобы быстрее вытаскивать. И закидываем. Всё. На каждой удочке у меня стоит по разному шпуле клипса. То есть здесь где-то у меня примерно стоит 17, тут у меня стоит 16, тут, к примеру, там 17, 16, 15. Ну, что-то примерно так. Где-то, чтобы вы немножечко ориентировались. То есть у меня не всё одинаково. Хотя, когда подматываете леску и удочка стоит у вас на треноге, естественно, вы немножечко и наживку подматываете к берегу. Ну, а сейчас мы будем с вами ожидать поклёвки. Надеюсь, она меня не разочарует на видео. И вот, вот, как вы можете наблюдать уже первая поклёвка, чему я очень сильно рад. На видео сразу же первая поклёвочка. Не скажу, что здесь ловятся какие-то очень крутые, очень трофейные караси, но клёв здесь стабильный, что не может не радовать. Клюёт он круто и клюёт часто. По крайней мере, на строге в дождь половить с таким интенсивным клёвом очень редко случается. Вот видите, опять уже клёв. Поклёвочка. Ах, прозевал. Ну, не прозевал, точнее, не сошла. Или не сошла, не пойму. А ну-ка. По-моему, сошла. Да, сошла у меня просто тут полтинник не стоит, не подкручена на полтинник. Так бы дело быстрее пошло. Вот, в принципе, на этом на этом месте так и ловится всё это дело. Вот так вот можно стоять и ловить потихоньку карасика. То есть, карасик здесь такой, не очень большой. Лещ тоже, естественно, попадается. И зачётный лещ попадается. Клюёт здесь хорошо. Хорошо. Я вот думаю провести эксперимент на перловку. Сейчас я немножечко половлю на опарыш, а потом у меня перловки там целое просто ведро, я не знаю, я его с собой таскаю постоянно на горбу, это ведро. И у меня там реально очень много её. И вот можно половить. Но сразу говорю, если нету дождя и температура где-то около, ну, там, 18 градусов, примерно, примерно, опять же говорю, то смело идите ловить линя, потому что линь даст вам намного больше выхлоп. Что я и собираюсь сделать? Я здесь буду сидеть, пока идёт дождь. Как только он заканчивается, я, естественно, передислоцируюсь на свою локацию, где я ловил линя, и буду ловить его, потому что он даёт огромные деньги. За 12 часов можно выручить, там, от 40 до 60 монет, в зависимости от клёва. Там у карась, как бы, карась немножечко стоит в стороне, если честно. Ну и, как бы, тоже, карася постоянно таскать запарно, а линчика половить, наоборот, даже в радость, в удовольствие. Тут выбирайте сами. Знаете, как... Командовать и принуждать кого-то никогда не хочется, но, в принципе, вот такое вот место, я не знаю, как его назвать, но подписчику огромное спасибо. В принципе, я теперь знаю, что можно делать в дождь, потому что у меня в дождь было только одно место, где можно было потаскать плотву, но там не скажу, что прям очень круто наклюёт. Здесь намного был лучше клёв, и в ночь клевало просто сумасшедше. Поэтому берите на вооружение. Ребят, дождик закончился, и я, естественно, сейчас хочу перебазироваться на линя, потому что карасика таскать не хочется. А тем временем, если вы видели сейчас, как закинуты мои снасти, вы можете точно так же кидать, карасик будет клевать, вот, как вы видите, клюёт. Он будет клевать и на таком расстоянии, я не знаю, это от берега, где-то метров 6-7, но, правда, мало зачёта. Если хотите больше зачёта, естественно, 15-16 клипса, и кидаете туда, куда я кидал. А сейчас я прибегу, и, возможно, в этом видео я вам покажу ещё несколько хороших экземпляров линия. Ребята, это просто что-то с чем-то. Я только прибежал, только закинул снасти, и, как видите, молния, начинается гроза. Это какой-то, знаете, просто трэш, вот, отвечаю. И пошёл дождь. Всё. Закончился линь. Ой, да. Да, такого я не ожидал. Вот это подстава. Ребята, ребята, всё-таки на сырочек клюнула рыбка. Я не знаю, линь, линь это или не линь. Нет, это, наверное, всё-таки карпик клюнул, мне кажется. Ну, будем пытаться вытащить этого карпика. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Оп. Вот так вот будем пробовать. Оп. О, пошла жара, да? Да-да-да, пошла жара. Отлично, всё. Это либо амур, либо карпик. Ну, наверное, скорее всего, карпик. Решил полакомиться сырочком. Так, 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 так. О, нет, это амурчик, ребятки. Это амурчик. Амур белый. Неплохо, неплохо. Одну удочку я решил закинуть на сыро, ой, на сырок, на червячка, в надежде, что что-то в дождик на червячка в грозу клюнет. Но, видимо, наверное, зря. Видимо, зря. Наверное, надо было всё-таки так и оставлять на сыр. Но это оставил на сыр, а это пусть на червячка постоит, посмотрим. В принципе, есть не просят. Думаю, если на червя будет хорошо клевать, то поставлю все на червя. Не хочу я сидеть здесь несколько часов и в итоге так ничего и не поймать. Так, хрультера что-то пишет. Ага, поздравления. Так, вот эта вот леска что-то на ветру прям так развивается, так развивается. Вот я не знаю, может её перекинуть. Но я сомневаюсь, что тут есть рыба на третьей удочке. Да, её нету, её просто, как говорится, подогнало немного к берегу, поэтому сейчас я её перезакину. Так, чайка, съедим сыр. Ох, вот это я зря сделал. Аж на противоположный берег кинул. Подтянем немножко. А вот на червяка, по-моему, что-то зашло у нас, да? Да. В принципе, тут и караси, и платва есть, и ротаны, и всё в том... О, уклейка зачётная. Ну, как бы да. На червя. Давайте поэкспериментируем, что можно, что можно, что можно. На, к примеру, на личинку караеда. Может быть, на личинку караеда что-то интересно зайдёт. Нифига себе, гроза сверкает. Просто прямо шпунь, шпунь, вспышки такие жёсткие. Всё. Ждём. Ребятули, поклёвочка у нас на личинку караеда. Что-то неплохое, по-моему, крынуло. Но у меня осталась одна штучка. Надо будет докупить. О, неплохой карасик зашёл. Если тут... Ага, наживка всё-таки израсходовалась. Давайте кашу овсяную. В принципе, тоже. Почему не экспериментировать, да? Мы же можем ловить на две удочки так и проводить какие-то экспериментики. Так и нужно делать. Всё, ждём. Кому-то кашка понравилась, дамы и господа. Смотрим. О, ну, тут в принципе карпики могут... Не, но это походу карась. Карасик. Да. Гляньте, караси какие тут классные клюют. Мне прям это нравится, если честно, ребят. Это мне прям очень сильно нравится. Можно, в принципе, прийти на личинку караеда, на кашку половить неплохих карасей. Далеко не надо ходить. Поэтому, ребят, на вооружение, в принципе, берём. Можете попробовать. Если что, отпишитесь в комментариях, как оно получается, не получается. Но мне кажется, тут игра имеет свеч. Итак, мои дорогие дамы и господа, всё приятно должно заканчиваться. И посмотрите, сколько у меня рыб в садке. Это всё я поймал на этом месте. За то время, которое здесь нахожусь, не помню, с какого момента я поменял наживку. Но, как вы видите, работает она очень круто. Это каша перловая. Ребят, кто не пробовал, обязательно попробуйте на этом месте кашу перловую. Работает просто вот это бомба. У меня инет начинает немножко потупливать, и я боюсь, игрушка вылетит. Как бы не хотелось этого при продаже рыбы, поэтому давайте побежим её быстренько продавать. Как вы видите, я наловил 33 хвоста. Естественно, я немножечко наловил. Смотрите, давайте вот по времени вылова. То есть, за вот этот промежуток времени небольшой, вот, я поймал на этом месте амура, уклейку, и пошли дальше караси. Раз, два, три, четыре, вот четыре, только четыре незачётных или пять незачётных карасей, все остальные незачётные. Ребят, мне кажется, результат просто офигенный. Платвы у нас такой нету, платвы обыкновенной нам тоже не хватает, и карасей у нас нету, линя у нас тоже, к сожалению, нет. Всё, в принципе, мы ничего здесь не можем продать, но мы можем всё скинуть, как всегда, в наш рынок, к бабе люди, которая покупает всё, говорит, давай, сынок, всё почисть, пожарю, всё будет красота, может быть, как спекулянтка перепродаст. 28 монет, это при всём, при том, что мы прибежали, и у нас был дождь, давайте вот просто, ещё, знаете, как сделаем, вот этих можно скинуть, а, ну, это будет, наверное, долго очень, да, вот так вот, если я буду скидывать, а ну-ка, не, не получается, ну ладно, 28 монет, ну давайте отнимем, ну, сколько тут примерно будет, ну, давайте монет 5 отнимем, ну, 23 монеты, в принципе, за такой короткий промежуток времени, при дожде, когда вы поняли, что на этом месте вам не половить той рыбы, которую вы хотите, я думаю, это очень отличный результат, каша перловая, заходит просто бомбовски, поэтому пробуйте, тестируйте, также советуйте другие места, дорогие друзья, с вами был Акамарачи, также подписывайтесь на канал, поддержите лайкосиком, забыл сказать, 20 лайков, и новая серия, как всегда, поэтому не хвастань чешуи, и до скорых встреч, пока-пока!